певцы музыканты делись и исчезли хорошо мы вчера остановились если вы помните на чем на деяниях 17 главы да совершенно верно так видите валентин так сделал что я никого из вас теперь не вижу одни только эти штуки стоят и все понятно да вчера мы когда говорили в деяниях 17 главы помните там задали вопрос по поводу еленов ну что там павел проповедовал еленом деяниях 17 главе именно идет разговор не о евреях которые приняли греческую культуру до разговор идет именно а елена в том смысле как а греках да ну то есть о язычниках другими словами потому что здесь используется в русском переводе елен да например в украинском переводе будет уже просто написано поганый поганый ну то есть подразумевается как бы язычник поганец до вот но значит ну и просто для ну как бы даже для себя как бы посмотрел чтобы больше понять этот смысл того заданного вопроса короче говоря еленистами называли только евреев которые приходили в израиль а сами жили за пределами израиля и как бы приняли греческую культуру они как можно сказать своего рода практически как ассимилировались но при этом они все равно поклонялись а богу авраама исхака я они приходили на поклонение в израиль и вот два места из писания которые именно говорят о еленистах как евреев то есть их не называют еленами а их называют именно еленистами это деяние 6 1 деяние 6 1 в эти дни когда умножились ученики произошел у еленистов ропотно евреев за то что вдовицы их пренебрегаемы были ежедневном раздаянии потребностей то есть в данном случае мы точно знаем что вся церковь состояла из евреев вот и в данном значении если там присутствует их называть здесь еленистами то это действительности евреи но которые приняли греческую культуру образ жизни вот и в деяниях 9 главе двадцать девятом стихе написано что говорил также и состязался с еленистами они покушались убить его и в данном случае мы видим события также происходят в иерусалиме 28 стих говорит и пребывал с ними входя исходя в иерусалиме смело проповедовал во имя господа иисуса если речь идет о сабле от которой будет павлом вот и ну там где мы читаем с вами наш отрывок деяние 17 главы до деяние 17 речь идет именно о тех которые почитали бога но были из язычников понимаете да не из евреев да поэтому здесь когда говорится и и некоторые из них уверовали и присоединились павлу и к силе как еленов чтующих бога великое множество так и знатных женщин здесь имеется ввиду что это да это были греки но скорее всего может быть люди из других народов потому что когда используется слово елен имеет смысл в том что подразумевается другие народы да еще говорят развернули что это как бы россияне 10 колен в россии нет нет значит если мы говорим конкретно о еленистах да то именно подразумевая под этим еленистов тех кого называли евреями вот то здесь конкретно идет речь конкретно идет именно речь о у евреях которые жили ну скажем так в россии не да и ну не совсем россии не даже они жили за территории израиля за и территории иудеи но это не но вероятнее всего да но имеется виду все таки здесь данном случае подразумевается то что это все евреи которые жили за пределами израиля вот и которые приняли культуру и говорили на греческом языке вот особенно было их особенно что они говорили на греческом языке это было как бы такой основным знаете таким моментом вот и поэтому их называли релинисты да ну вот данном случае павел у нас прекрасный пример того что он говорил на греческом языке и грейском языке и так далее да ну давайте сегодня я честно скажу я все что вчера было как бы вот это и то что бедра да что в кротости все на время внутри сразу я так думаю держись я начали приглашать такое у них мероприятие там и я начал когда с ним разговаривать честно сказать я взрывновал и держался но они меня грузили они реально грузили меня за а тут за такие понятия так а где право написано вот так вот мне я раз так хорошо скажу вам такой один пример во первых проблема в чем проблема в том что у вас нет в данном случае ответов то есть в данном случае у вас есть определенные проблика и пробелы в богословии правильно то есть поэтому получается что у вас есть определенные пробелы за этого вы не можете с ними разговаривать это абсолютно нормальное явление ну нормально в том отношении из-за того что у вас есть пробелы ненормальная в отношении того, что у вас вообще есть пробелы. Понимаете, да? Ну, то есть это означает, что нужно что? Учиться. Да, и это абсолютно нормальное явление для того, чтобы учиться. Ну, мы об этом будем сегодня, ну, может, не сегодня, может, завтра будем говорить тоже. Вот. Но важен момент здесь такой. Во-первых, если вы не знаете ответа, да, или вы не знаете, что сказать в ответ, есть абсолютно какие-то такие простые истины, которые доступны всем, да, которые вы можете точно утверждать. При этом можно даже говорить так. Я, знаете, не могу вам сегодня ответить, потому что я слабоват в это идти. Можете так прямо и признаться. Но я могу подготовиться, мы можем с вами поговорить. Вот. Это если, конечно, вам хочется с ними продолжить эту беседу, для того, чтобы в действительности высказать точку зрения библейскую, ну, настоящую, истинную точку зрения. Вот. Это первое. Второе. Самый такой простой еще способ в разговоре с такими людьми, вы выслушиваете то, что они говорят. Если вы не знаете, что сказать, вы говорите просто. Вы знаете, то, что вы сказали, это вообще абсолютно не убеждает. и это, ну, их их это, да, это их приводит замешательство. Ну, то есть вам нечего ответить на самом деле. Но вы понимаете, что то, что они говорят, это не соответствует ничему тому, что в чем вы наставлены, в чем вы научите вообще, во что вы верите, да? То вы минимум говорите, ну, то, что вы мне сказали, оно звучит вроде бы красочно и красиво, но оно не убеждает. Да. Потому что истина совершенно другая. И можете просто сказать, без каких-то доказательств сказать, что, а вот вы верите в то, что, там, допустим, у вас был разговор про ад, да? Вот. Вы верите, что существует ад. Ну, у нас, ну, так вы говорите свою точку зрения. Вы верите, что существует ад. А вот. Кроме того, вы открываете, допустим, двадцатую главу книги Откровений и показываете им, что ад — это, оказывается, еще даже не последняя инстанция. Потому что люди из ада будут взяты на суд, будут судимы, и после этого они будут отправлены в последнюю инстанцию, которая называется Гиена Огнена. Там, где будут они мучиться день и ночь, место, которое было приготовлено для дьявола, сатаны и всех его приспешников. Понимаете, да? То есть, поэтому верят они или не верят — это их проблема. Вы говорите, если вы утверждаете это твердо, а я верю в то, что ад есть. А вот то, что вы говорите, не убеждает. Можно не спорить, можно просто утверждать свою веру, свою истину, во всяком случае. Да. Ну, допустим, для того, чтобы в следующий раз вы могли ответить, значит, вам нужно вот те вопросы, с которыми вы столкнулись, и вы не знали ответов, изучить их. Вопросы ада, какие там еще были вопросы и так далее. Для того, чтобы в следующий раз, если вы будете с кем-то беседовать, ну ладно, допустим, там неизвестно, пришли к вам утвержденные эти эговисты или неутвержденные. Если они, допустим, неутвержденные, у вас есть еще шанс, даже если вы уже, ну, тратите на них время, значит, сказать им истину, чтобы истина сделала их свободными, а то ересь, в которой они находятся. Понимаете, да? Поэтому нужно исследовать, исследовать все эти вопросы, двигаться в этих вопросах и так далее. Хорошо. Продолжим с деяниями, да? Значит, следующий отрывок в деяниях, который мы будем читать, это 16 стиха до конца главы. Я бы хотел, чтобы мы просто ему сегодня уделили больше внимания, потому что через этот отрывок тоже есть очень много полезного, чего мы можем научиться. у апостола Павла. Кто готов прочитать, пожалуйста. в ожидании... не работает? Микрофон включите в зале. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и считущими... иудеями и считущими Бога ежедневно на площади со встречающимся. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот свое слово, а другие... кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал имя Иисуса и воскресения. И, взяв его, привели в Ареопак и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ареопака, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы и живем, и движемся, и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род, моего и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем воскресив его из мертвых, услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды и некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали, между ними был Дионисий Ореопагид и женщина именем Дамарь и другие с ними. Хорошо. Ну, во-первых, этот отрывок начинается с чего? Придется вам немножко поразмышлять, давайте. Хорошо? Только активнее, пожалуйста. Мы начали с 16 стиха. Нет, мы начали с 16 стиха. в этом городе большое количество идолов. Да. И его это, конечно, удивило. И потом он впоследствии начинает забирать, и дальше забирать, и нам сам возмутился духом при виде этого города полного идола. Вы думаете, Павел возмутился от вида такого большого количества разных статуй и всего остального? Нет, я думаю, что они поклоняются всем этим идолам, как бы, Богу. Ну, вы двигаетесь в правильном направлении, да. В действительности, то есть, знаете, здесь вопрос был не в том, что Павел пришел и увидел кучу этих статуй, разных там идолов, храмов и всего остального, то, чему там поклонялись. Понятно, это как бы с одной стороны могло его тоже возмущать, но... Историки говорят, очень интересно об этом месте, об Афинах. что в этом городе было вообще идолов больше, чем где-либо. То есть, это было место, в котором один из историков пишет и говорит, что в Афинах чаще можно было, быстрее можно было увидеть идола, чем живого человека. То есть, такое количество действительности, такое нагромождение было всего этого и, естественно, конечно же, все это сопровождалось и таким же поклонением масштабным. И вы правильно размышляя, говорите о том, что в действительности Павел возмутился духом не от присутствия всех этих статуй, всех этих идолов и так далее, а в действительности возмутился духом от того, что это было такое масштабное поклонение всем этим идолам и всем этим духам. Это была такая духовная атмосфера. и это его очень сильно возмутило. Потому что Павел понимал, что за этим кроется жизнь без Бога. Люди, поклоняющиеся идолам, они не могут иметь никаких отношений с Богом. Поэтому они не поклоняются Богу, они не могут иметь мир с Богом ни в этой жизни, тем более они не могут иметь никакой вечности, никакого продолжения, в плане того, когда мы говорим о вечности, как о жизни, потому что можно сказать, что смерть также будет вечной. Это когда наступит смерть вторая, когда люди будут находиться в геене огненной, где сказано, что они будут мучиться день и ночь во веки веков, то есть это будет непрекращаемо. И он все это прекрасно понимал, и особенное переживание в отношении этих людей, которые отправляются в погибель из-за своего идолопоклонства, вот это в действительности привело его в то, что он был возмущен духом. Знаете, однажды я посетил одного молодого человека, и я ходил еще с другим служителем, этот человек начал посещать собрания, но через некоторое время почему-то он перестал ходить, и мы пошли посетить его, побеседовать с ним, когда мы к нему пришли, знаете, с порога было видно, что этот человек неравнодушен хэви-металу, вот, и все стены были завешаны такими различными плакатами, с которых явно смотрели просто демоны. И служитель, который был рядом со мной, видно, возмутился духом, как Павел, только в данном случае он возмутился духом при виде всех этих демонов, которые висели на плакатах этих, развешанные по всей квартире, он начал рвать эти плакаты. Так, первый, какой схватил, начал вот тут же сразу разрывать. Ну, естественно, этот молодой человек не захотел с нами говорить, он нас просто выставил из квартиры, возмущенно, что это в моем доме себе позволяете себя так вести. Ну, когда мы вышли, я с этим служителем стал говорить и говорю, ну, это неправильно. Павел пришел в Афин и говорю, у него была такая же самая ситуация, он не схватил биту и не начал рушить все эти статуи, потому что он понимал, что это все бесполезно. Важно другое, важно то, чтобы послужить духовно этим людям, потому что человек, который примирится с Богом, человек, который будет рожден свыше, который получит прощение и жизнь, он сам примет решение для того, чтобы отказаться от всех этих идолов. И мы видим, что в данном случае, знаете, Павел, он следовал своей жизненной цели, которую он получил от Бога и которая в действительности для него была важна. Например, в Деяниях 20 главе 24 стихе он говорит, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. То есть Павел видел, что его главная цель и задача быть проповедником Евангелия, проповедовать слово. Как помните, он наставляет проповедовать вовремя, не вовремя. То есть он понимал, что в этом его главная цель. И вот следующие стихи говорят об этом принципе как раз Павла, тем, чем он и занимался. 17-18 стих говорит нам говорит нам Он проповедовал, что он рассуждал. Ну, да, 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 ну вот. Ну, кто-нибудь прочитайте, потому что не у всех есть Библия, я смотрю. Еще раз, 17-18 стих. И так он рассуждал в синагоге с иудеями ищущими Бога и ежедневно в площади с встречающимся. Некоторые из эпикурейских и исторических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что он хочет сказать этот свое слово, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал имя Иисуса и воскресения. Итак, мы видим, что то, что было главной целью для Павла, это было его вообще принципом жизни. И все свое время он проводил чем? Если он не проповедовал в синагоге, то проповедовал на площадях. Мы видим, что он просто останавливал, может быть, каждого идущего человека навстречу ему и беседовал с ним, рассказывал ему, делился Евангелиям, рассуждал над Словом Божьим и так далее. И также мы видим, что очень важный такой момент, это в том отношении, что Павел не концентрирует свое внимание на том, что нужно проповедовать только этой группе. Например, в римлянах 1 главе с 14 по 16 стих Павел говорит, «Я должен я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и елену». В данном случае елену здесь точно имеется в виду язычники. И смотрите, что Павел говорит. «Я должен». Сегодня интересен тот момент, что особенно, скажем так, подрастающее новое поколение хочет утвердиться в том, что они никому ничего не должны. И когда говоришь, что ты должен, или когда говоришь, что я должен, на тебя смотрят удивленно, мы никому ничего типа не должны. Как это вы говорите, что мы должны и так далее. То есть мы ничего не должны. И потом там цитируют это место из Писания, что Бог сказал, что никому ничего мы не должны быть должны, кроме взаимной любви и так далее. Но знаете, интересен момент, что это в действительности сегодня никто не хочет брать ответственность на себя. Никто не хочет быть никому ничем должным. долги надо возвращать, это понятно. Но когда Павел говорит о долге, то здесь именно идет речь о том, что сказано, что кроме взаимной любви, да, это речь идет о том, что он любит Господа, он любит человечество в результате того, что Бог через свои отношения с ним дал ему эту любовь по отношению к людям, которые его окружают. и он понимает, что он должен засвидетельствовать и евреям, и не евреям в том отношении, что есть единственный путь ко спасению, это Мессия Иисус. Но 14 стих говорит, я должен и еленам, и варварам. Да, совершенно верно. То есть мы, конечно, здесь могли бы уже, знаете, вернуться бы тогда к великому поручению. Вы помните, да, великое поручение, да? Матфея 28 глава, да. Все знают, да, где записано великое поручение? А? Все знают, да, где записано великое поручение? Матфея 28 главе. И в действительности там Иисус, когда возносился, Он сказал, что что я ухожу, да, но вы должны выполнить определенную задачу поставленную. Павел понимал, что у него есть долг. Долг пред Богом и долг пред этими людьми, которых Бог ему посылает навстречу. Он должен с одной стороны послужить Богу, с другой стороны послужить этим людям. это священческий принцип жизни, священническое служение, что с одной стороны ты служишь Богу, с другой стороны ты служишь людям. Поэтому Павел очень четко понимал, что он должен. И я скажу вам, что есть определенные вещи, которые, когда мы имеем взаимоотношение с Богом, мы тоже должны. И может, кому-то это не нравится, но это остается фактом в том отношении, что у нас есть долг. Ну да, там одно из них написано, он говорит, что если вы расписаетесь вот это, то есть, если вы расписаетесь вас, да, Матфея 10 глава, 32-33 стих, там написано, что если вы исповедуете меня пред людьми, то я буду исповедовать вас пред Отцем Небесным. Если вы отречетесь пред людьми, то я не буду исповедовать вас пред Отцом, да. То есть, это в действительности, это факт. Это факт взаимоотношений, факт долга, да, и так далее. Поэтому мы видим, что Павел, он ежедневно, видите, ежедневно занимался этим делом. И на самом деле, помните, вчера он рассказывал историю про человека, который принял решение и ежедневно выходил на улицу и задавал всем вопрос. Из Австралии. Да, из Сиднея, Австралии. Помните, да, который выходил на улицу и задавал встречающимся людям вопрос. Если вы сегодня умрете, где вы будете? В аду или где? И в итоге, под конец своей жизни он узнал, что действительно этот вопрос послужил тому, что многие люди задумались о своих отношениях с Богом и получили спасение. Начали поиск этих отношений. Павел шел и проповедовал. Павел шел проповедовал, Павел шел и учил. И в данном случае дальше мы видим, что Павел проповедовал, в 18-м стихе сказано, что он проповедовал. и воскресенье. Благовествовал им Иисуса и воскресенье. И на самом деле для них это было глупостью. Павел, ты нас приглашаешь верить мертвого Бога. Потому что они не верили в воскресенье. Понимаете, да? Вот. И При этом у них стоят камни и идолы, которые не отвечают. Что, что? Да, я говорю, при этом у них стоят эти божества, которые не отвечают. Да, да. Совершенно верно. При этом они поклоняются идолам, которые являются абсолютно мертвыми вообще. И Павел на этот стратег был, да? Ну, у него, да. Мы можем увидеть, что у него был определенный план. Но мы сейчас поговорим об этом. То есть, смотрите, если говоря о том, как он проповедовал и что он проповедовал, да, мы можем увидеть, что Павел, он понимал или искал, да, то есть способ, каким можно, ну, подать им Евангелие. Через что можно им преподнести Евангелие. Какой путь к тому, чтобы они были открыты для того, чтобы услышать Евангелие. Ну, во всяком случае, урок, который мы можем точно здесь вынести в отношении того, что проповедовал Павел, это то, что, знаете, он не проповедовал людям, что пойдите за Иисусом и у вас жизнь будет процветающей, хорошей, да, или там он не проповедовал, да, все будет классно и так далее. То есть, об этом он не проповедовал. Он говорил конкретно, да, об Иисусе и о воскресении. И мы должны из этого сделать урок для себя, о чем мы должны проповедовать, когда мы говорим с неверующими людьми, когда мы их наставляем и так далее. В первом послании Коринфянам в 1 главе 23 стихе он говорит, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. И он понимал это точно, уже будучи, общаясь, знаете, с язычниками, он понимал, что в действительности для них это безумие. Что ты нам проповедуешь, Павел? Мы должны верить в твоего мертвого Бога, который умер. Но Павел продолжал проповедовать и в итоге мы видим, что у него, конечно же, были плоды. А проповедовал именно эту весть по той причине, как мы читали только что в 1 главе римлянов в 16 стихе, что Евангелие, да, это и сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Именно по этой причине у Павла была стратегия в том отношении, что он должен был проповедовать именно Иисуса и воскресения. То есть всякий, кто хоть во что-то верит, да? Нет, не хоть кто-то во что-то верит. Всякому верующему. Это означает каждому. Каждому верующему. Но верующему конкретно в Евангелие, где же говорится, что Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему. То есть имеется в виду, что Евангелие является спасением для человека, который верит в Евангелие. Понимаете, да? Ну, золотой стих Библии кто помнит? Иоанна 3,16, да. Пока других нет. Ну, процитируйте. Кто так возлюбил в Евангелие, что он был сын своего единого рода, но всякий верующий не поверит в Евангелие. А ну, что там есть похоже? Всякий верующий в Него. Видите? Не сказано, что всякий верующий во что-нибудь. Интересно, что это не было. Ну, Бога, Отца. Нет, это подъем. это не началось. Заметно. Если я так думаю, что здесь еще как бы само слово всякий, имеется в виду, что неважно ты еврей или не еврей. Каждый человек, да, да, совершенно верно. Здесь именно и поэтому здесь и стоит говоря, ну, это слово, что всякий верующий и потом сказано, во-первых, иудей, потом иелин, да, то есть подразумевается, что кто бы этот человек не был, раб свободный и так далее. Слово всякий расшифровывается в языке. Ну да, да, то есть идет объяснение тому, что имеется в виду под словом всякий. В данном случае сказать уже сегодняшним языком имеется в виду каждый. Каждый верующий. здесь Павел ведет беседу с людьми, представителями некоторых философий. Какие там были философии? Стойки и эпикурийцы, да. Значит, эпикурийцы, они считали, все зависит от судьбы. А ну скажите мне, кто из вас здесь верит в судьбу? Судьбу? Ну да, именно в этом смысле. Потому что я сейчас стал обращать внимание, что оказывается, многие христиане еще до сих пор верят в судьбу. Но это уже вы ближе к истине, да. А вот. Ну вообще иудейской религиозной мысли нет такого понятия, как судьба. Может быть, в современном уже как бы появилось, но судьбы как бы такого понятия нет. То есть здесь подразумевается, что когда идет речь о судьбе, то это означает, что твоя жизнь запрограммирована. Понимаете, да? Что ты идешь уже четко по намеченному маршруту. То есть, другими словами, если мы верим в судьбу, подожди, если мы верим в судьбу от Бога, даже, да, если мы верим, что у нас судьба от Бога, то в результате тогда получается, что мы верим в то, что Бог уже прописал всю нашу жизнь и мы движемся и мы движемся по вот этому написанному плану, тогда в таком случае что это означает? совершенно верно. Смотрите, значит, получается, что, во-первых, у нас нет выбора, но это противоречит идее того, что Бог человека создал со свободной волей, да, с правом выбора и мы имеем возможность и право принимать решение. То есть, понимаете, да? То есть, тогда теряется смысл этих взаимоотношений с Богом, потому что Бог, Он предлагает лучшее и дает нам возможность, чтобы мы выбрали. Выбрали либо то, что Он предлагает, либо что-нибудь другое. У Бога есть план и цель для нашей жизни, да, оно уже записано в Слове Божьем. Смотрите, план для нашей жизни какой? Жизнь вечная, жизнь, в которой есть взаимоотношения с Богом, жизнь без греха, жизнь, в которой есть зависимость только одна, от Бога, вы понимаете, да? Больше ни от чего это не должен быть зависим, да. Но Бог же знает каждый наш шаг, например, знает, что будет завтра, послезавтра, через год, через пять лет и последний день. Вот смотрите, вы путаете некоторые вещи, я понимаю, мысль как-нибудь. То есть, в данном случае, да, Бог, Он все знает. Он всемогущий, всеведущий. Понимаете, да? То есть, Он есть начало и конец, Он знает, что будет в начале, Он знает, что будет в конце. Он знает. Но при этом, Он не создал именно план вашей жизни. Он знает, потому что Он знает, вы понимаете, да, вот разницу. Это может быть трудно для человеческого, ну, как бы восприятия понять. Он знает, потому что Он знает, то есть, что у нас ожидает там в конце и так далее, да? Он знает, что он нам показал его стремление, что мы не делали каких-то конверсий. Слово, да? Нет, ну, на самом деле, так он видит, потому что самое большое благословение для Бога, для человека и для воли. Да. Он знает, в каком у нас служении лучше всего быть, он знает, какую работу мы решили. Решение принимает, кто будет, Бог или Тебу? Решение, Хорошо. Смотрите, в чем, в чем загвоздка? Давайте, чтобы было понятно. Если мы верим в судьбу, тогда нам не надо никаких принимать решений. Мы течем по течению, понимаете, да? Куда нас прибьет, туда придем. Что случится, то произойдет. Тогда теряется весь смысл вообще, как бы, и в взаимоотношении с Богом и так далее. То есть, другими словами, зачем тогда молиться? И просить, чтобы Бог как-то там, что-то там нам помог, там, подправил нашу, там, дорогу и так далее. Если уже все запланировано. Мы просим все равно. Господи, что мне делать? Он тоже спросил, что мне делать? Ну да, Давид, помните, тоже, идти мне Господь на войну или не идти мне на войну? И все спрашивали. Ну, правильно. Так они спрашивали совета. Совета. Как поступить правильно? Да, да. Вот в том совета. Мы тоже можем спрашивать у Бога совета. Да, но так в чем мы спрашиваем совет? Смотрите. в чем служение, или там в деле каком-то, или там в работе, надо это сделать. Хорошо, теперь какая вот с вашим вопросом взаимосвязь, если ваша судьба прописана? Да не судьба, просто вот я иду по дороге, я хочу идти по той дороге, по которой Бог хочет. Отлично. Так. Могу спросить его, Господь, я иду по правилам, или может быть мне надо по другой идти? Господь, не, конечно, должен ответить. Не должен, но я думаю... Хорошо, а если Бог не отвечает? Ну, что тогда, все? Стоите на месте, никуда не идете? Нет, буду, конечно, идти, по которой иду, думать, что Господь передает ли это? Хорошо, это как бы, конечно, немножко другая тема, мы могли бы сейчас ее затронуть. Рядом есть глава в Деяниях, где Павел шел в одно место, а Бог его остановил и сказал, иди в другое. Вот он шел, как бы тоже шел, вот ему казалось, что это правильно, но Господь его направил в другое. Хорошо. Это 19-я глава Деяния. Ну, как бы это все просто себе отметьте, там просто не будем сейчас разбирать, потому что мы будем этим тогда заниматься очень долго. Там просто мы можем, ну, я как бы в двух словах скажу, у нас там пять минут осталось, в двух словах вам скажу. Идея была заключена в чем? Павел шел, исполнял волю Божью. Воля Божья для него, для его жизни была какая? Благовествовать всем. Всем, да. Хотя он, мы знаем, он был апостолом язычников, то есть он был послан конкретно к язычникам, но при этом он знал, что воля Божья заключена, это основное его служение, да, проповедь Евангелия язычника, но при этом он знал, что воля Божья в том, чтобы благовествовать всем, и во-первых, евреям, поэтому он всегда, он знал это откровение Божие и он начинал с того, что он всегда приходил и проповедовал в синагоге. Он идет по определенному плану, что Павел не молился, не спрашивал Бога, куда ему идти? То есть и он шел, да, и мы видим, что он шел туда, он шел сюда, на каждом месте его служение было благословено Богом и все остальное. Но вдруг Павел идет в одно место, перед ним встает муж македонянский, да, македонин, и говорит ему, разворачивайся, мы тебя ждем в другом месте. То есть Бог ему сказал о том, что там есть нужда в этот момент, есть нужда именно в том месте. Поворачивайся и иди туда. И на самом деле он не отошел от твоего служения? И он тут же что сделал? Он тут же послушался, повернулся и пошел. Но если бы Бог его в этот момент не сказал ему иди туда, то он бы продолжил свой путь, как он шел и продолжал бы проповедовать Евангелие в тех местах, в которые он планировал идти себе. Вы понимаете, да? Послушание воли Божьей в данном случае, если мы рассматриваем именно конкретно в этой ситуации, как вы говорите о служении или еще о чем-то, есть откровение для каждого из нас, которое говорит, при взаимоотношениях, если мы покаялись в своих грехах, то есть мы получаем прощение, мы имеем взаимоотношения с Богом. И стоят следующие какие-то моменты, которые являются откровением Божьим, которые уже даны, которые надо делать. Бог говорит, надо молиться. Вот откровение Божье для каждого из вас. Каждый день надо молиться. Бог говорит, надо читать Мое Слово каждый день. Откровение для каждого. Там много чего, бодрствия и так далее. Но я говорю, основные такие вещи. Потом Бог говорит, что дает поручение, великое поручение. Каждый христианин должен проповедовать Евангелие. Мы ждем особых, таких каких-то индивидуальных откровений, думая, что только когда Бог мне лично проговорит, иди вот туда и там говори. то вот это вот воля Божья. Но воля Божья уже открыта через Слово. Она открыта, глобальная, то есть в том вопросе, которая открыта для каждого христианина. Понимаете, да? И вот в этом вопрос, что мы хотим особого откровения для себя, при этом мы основное откровение Писания отодвигаем в сторону. И не хотим подчиниться воле Божьей и исполнить то, что Бог уже нам сказал делать. Вы понимаете меня, да? И мы думаем, что собрался идти в магазин. Господь, мне вообще идти в магазин или не идти в магазин? Бог, почему ты молчишь? Если я не пойду в магазин, не куплю себе еды, я умру от голода. Так мне идти в магазин или не идти в магазин? Ну порой, извините, но доходит до абсурда, понимаете, доходит. Есть вещи, которые как бы, ну, можно не спрашивать, можно помолиться, да, чтобы по дороге с тобой все было в порядке, это другое дело. Или Бог может там остановить действительно, чтобы ты не имел проблем каких-то и так далее. Ну хорошо, давайте сделаем перерыв. Спасибо. Спасибо.